Бэйн снова придет Бэйн снова будет инфибл кидать на Death Prophet, если все-таки это будет медовое ДП, ну это скорее всего медовое ДП В принципе на сложную линию она здесь Не особо таки смотрится Берется пак для GeekFM и пик Действительно очень сильно напоминает пик Из прошлой карты Но с другой стороны сейчас Это такой эдакий симбиоз, скажем так Эдакое соединение пиков С первой и второй карты от команды GeekFM взяли Лучших своих героев Но все равно это смотрится Не совсем хорошо Именно из-за того, что имеется Darkseer Darkseer вообще, мне кажется, после такой игры Надо было забанить Много он делал и сейчас, мне кажется Ему снова в этом сильно не помешать Конечно, есть пак, да, который смотрится Получше, чем Брюмастер Но появляется еще и Timbersoul для Ревена, а вот это уже весело Не совсем понятно Для чего именно он берется Там так много сайленса Ну против Тораблейда на самом деле Потому что в начале игры ему придется Прям вообще не сладко Ибо С одной стороны, если он будет стоять Против Сейчас, погоди-ка Я в чем-то разобрался Это, получается, саппорт Он будет стоять Клокверк и Oracle Саппорт и пак сложный будет Не, погоди У Тинси, получается Shadowfin на мид Миди и Ревенфармить Да Ревенфармить на Тинсоу Просто это все равно При всем При всей моей любви к этому герою Это все равно Не самый сильный мейн кэрри Террор Блейд Фаворит, как мне кажется В этой дуэли Будут пытаться быстро заканчивать Тинси Да, да, да Как и на прошлой карте То есть что-то вот такое же Мы, скорее всего, в их исполнении увидим Может быть, еще быстрее будут пытаться Чем с лайфстилером Но Кам в этот раз В пиках мне нравится гораздо больше Чем на прошлой карте Здесь, ну, он хотя бы выглядит Связно Хотя бы выглядит Ну, чем-то похожим На нормальную стратегию Есть и два сильных кора Есть и хороший прокастер В сложной линии Ну и сейв есть Теперь под этих двух коров Действительно любопытно будет на это посмотреть 1-1 Последняя решающая карта Проигравшая команда Покидает турнир Ну, для интриги в следующем матче Хочется, конечно, чтобы выиграли Тинси Потому что Тинси и Фнатик Это всегда интересно в Азии Особенно при прямых инвайтах Минески Это, пожалуй, две самые сильные команды Которые между собой там бодаются Чуть ниже уровнем идут Клочгеймерс и Экзекрейшн И они там будут между собой Выяснять отношения параллельно Все эти матчи вы увидите в 18.00 На первом и втором канале Если что, оба противостояния Оба полуфинала Гранд-финал, скорее всего, завтра будет сыгран И... По линиям, я так смотрю Сюрпризов нет ни от кого Да, все стоят там, где нужно Или на своих легких линиях Дис Профит с СФ, конечно, отправятся в миду Мне кажется, Оракл Довольно пассивный персонаж Он не может постоянно по линиям перемещаться Он не так эффективен там Ну, то есть, гораздо хуже, чем Бэйн, например Да, Бэйн весьма сильный суппорт И... Ну, вот, как мы уже понимаем Да, то есть, пускай даже Оракл будет пытаться помогать на миддл-линии Миддл-линия будет выиграна командой Тинси Почему? Потому что с Инфибл Инфибл сейчас навесит минус 30 урона для Дис Профит И что сделает ДП с тычкой в 33 урона? Ну, разве что только с Крипсворма Пару Крипочков, может, и добьет Но пока что ее здесь вообще кидают Понимают, что с этой линии ничего не выйдет В любом случае Правильно, наверное, гикфм делают То есть, попытаются все-таки Кого-нибудь другого поднабустить Прилетает, в итоге, Оракл наверх И пытаются там уже для Террорблейда Создавать красивую жизнь ТБ, между прочим, для того, чтобы побольше крипов по таварам добить Все же сразу привезло метаморфозу Уже три из динайных Три добитых По экспериенции тоже Пытается, пытается все-таки Здесь побеждать Линия не такая легкая Просто у СМШ будет в этот раз Если на прошлой карте халява у него была абсолютно Он там и убивал И крипов миллиард добил То здесь его будут напрягать Там рейнджевик Плюс Террорблейд Который тоже в форме очень страшный Ни в коем случае подставляться не стоит Посмотрим, как он в этот раз справится Потому что абсолютно другой геймплей будет у Дарксира На этой карте Ну а Клокверк, в свою очередь, пока помогает Паку, чтобы тот тоже не сильно проседал Но вот как мы видим Пока по крипам у него все плохо Но большая пачка подошла Может быть сейчас что-то и заберет Ну, в принципе, стоит отметить Что Дарксир стоял в прошлый раз против Брюмастера Против одного Брюмастера И никто вообще туда не приходил Никто никаким образом не помогал А сейчас он стоит все же Против вражеского кор-героя Которого будут всячески пытаться Облизывать и давать ему возможность Спокойно фармить Тут еще и Тимс Ну, внизу, конечно, Трипла у Тинси очень сильная То есть здесь не дать фармить Ревену Практически нереально Есть, конечно, Пак Пак это не самый приятный герой Против Тимберсоу И в плане ультимейта То есть ты можешь просто полететь На своем Тимберщине И порвать Дримкоил И в плане того, что Вот сейчас все-таки Магический дэмэдж имеется По Тимберу Еще и Сайленс А мы прекрасно понимаем, что И магический дэмэдж И Сайленс Это слабые стороны Тимберсоу Но Тимберс здесь еще Вот почему пикнут Его взяли против Деспрофит Деспрофит это Огромное количество физического урона С ультимативной И большое количество брони У Тимберсоу Просто не будет пропускать этот урон Вот и все Можно убить всех остальных А Тимбер пусть там бегает Развлекается Ну и два Сайленса уйди Ну там, знаешь Не так легко Под Тимбером-то бегать И драться Долгое время Быстро ты всех не убьешь А Тимбер там На СД фономиде нападение Когов не было Потому что первого левела Клокверк На развороте попытаются Деспрофит продамажить Ну как продамажить Просто ее остановили Там Клокверк еще понаглел С Бэйном попадал Да, с Бэйном попадался И никто здесь не погиб По нулям И по крепам Кстати, хорошо идет Пока Деспрофит Есть у нее уже Десять добитых СФ-11 Более-менее ровненько стоят На прошлой карте Дела были у Тимбера Там Пак теперь гоняют Ну вот только Клокверк отошел Пак сразу же чуть не умер Это было тоже очевидно Ну и Тиро Блэйд В свою очередь На фрифарме Пока со своей задачей Оли справляется На свой морок Легоняет его прилично И Дарксир с четырьмя Крипами На четвертой минуте Это довольно странная штука Обычно он хоть где-то Но умудряется Их вынести Отвести В лес там Что-то Там подфармить Но пока Но он хочет третий уровень Второй уровень Айншала И тогда уже можно будет На сто процентов Выходить в леса Пока что у него Поманя проблема Вот пьет уже Клярити Наверное две Вторую или третью За эту игру Пока что остается Пауза Ну подождем Подождем Какие-то проблемы Видимо были Нападение на куку было Пупи и пауза Думаешь Ну почему ты ведешь Не погибала Дальникой Минус Диспрофи Отлично сыграны Тинцей Пупи и пауза Пупи и пауза Но наверное не в пользу Команды ФМ В данном случае Хотя кто оставил паузу А ну ставили паузу Сенткинг Стоп Детенцы и ставили паузу Слушая Может быть и правда Ну я очень надеюсь Что они Ребята И ни в коем случае На подобные Ну бывает такое Пуще не опускаются Ну я понимаю Что бывает В плане того Что во время файта У тебя может Ключиться мышка Или что-то такое И тебе конечно Придется поставить паузу Втроем Ну втроем должны убивать Через щит Тот формулу конечно Прожимать не будет Минус Террор Блэйд В идеале оставить Факт Дарксира Именно он его и забирает И это 2-0 Бросили Террор Блэйда Вот только Оракл Отошел буквально На несколько секунд Моментально погибает Еще один Корп По итогу Мидера и Кэрри забрали Ну вот Стоит отметить Опять же Когда ты играешь Против Оракла Оракл и Террор Блэйд Это хорошая комбинация Потому что Ну любой сейв Под ТБ Это очень хорошо Ибо ты успеваешь Насти огромное количество Урона просто-напросто И вот пока не имеется Шестого Оракла Просто на Террор Блэйда Будут постоянно приходить И пытаться его убивать Вот сейчас разобрались С Ораклом До этого убили Террор Блэйда И это именно то Чем команда ТНС Сейчас должна заниматься Именно то Чем должны заниматься Сейчас их суппорты То есть Тимс Вместе с 14.37 Прекрасно понимает Что ТБ Надо сейчас по максимуму гонять И давать ему Разогнаться Есть у него реймдропы Пять штучек Есть также стики Если нужно их прожимать Вот 7 Стиков прожал Ближний Койл Также возможно и погибнет Но за этой ДП Будет наказано Блестящее перемещение От саппортов Тимс вместе с 14.37 Передвигается по карте Абсолютно ровно так же Как и на прошлой В очередной раз Да, преимущества конечно нет Пока там в 2-3 тысячи Как на той карте К такой минуте Но оно уже появляется Потихоньку И Все-таки мид проседает Мид проседает И по крипам И по смертям особенно Вообще непонятно почему ДП вместе с Клокверком там оставались Питались драться до последнего Потому что было видно Вот это вот двоица саппортов Они шли без смока Без сего И ставил вард У команды Гигфем То ли здесь То ли здесь Ну в любом случае Было видно По-моему здесь стоял Вард как раз таки И Все это дело Просматривалось Ну видимо решили что Не успеет уже Никак ДП отойти Да и Клокверк тоже слишком Много вещей потратил Так что стали Суицидиться в СФ Ну в итоге не самый лучший Размен Конечно СФ убили до того Как ДП Отправилась в таверну Поэтому она получила Экспериенс дополнительный Больше чем СФ За этот файт Но все же Вдвоем отдались В размен только лишь на одного Это явно не в пользу Команды Гигфем Гоняю два спорта Террор Блейда Бэйн туда так же Перетягивается Сенкинг там Ну и по сути В шестером будут находиться На верхней линии Возможно Что-то интересное Какую-то стычку Мы там и увидим В ближайшее время Снизу пока Пак Неплохо держится При том что его гоняли В самом начале А на топе Будут нападать На любого Кого только Встретят Ну все же не стал Уже кастовать Просто на сентки Решил что все-таки Слишком много там героев И опасно Такими темпами Выходить Террор Блейд Через 20 секунд Будет мидморфоз Тогда прям вообще Уже конечно Будет неприятно Драться здесь Три на три Стягивается Бэйн Ну если только что Наказать здесь Одного-двух персонажей Смогут Ну поставил в арт И можно отсюда уйти Потому что Как-никак Там три Ну вы уже заставили Стянуться двух саппортов На верхнюю линию А это значит Вы можете просто Пользоваться Тем что их нет На других лейнах И Тинси Могут Этим заниматься Абсолютно спокойно Там С Мэйч Пускать Айншелы И в принципе Против триплы Дарксир может стоять В то время как Тот же самый Тимберсоу Абсолютно спокойно Стоит на фрифарме Ну да Тут некому просто помогать У Тимбер на линии Никого нету И в принципе здесь Тинси просто Сливки снимают С этой карты Честно говоря Не знаю Не уйдет Подкопают Подкопают Да Подкопали И теперь Оракл точно будет погибать Затянул он с телепортом Бежал Вроде как уже ушел Забили на него Но Телепорт Был не своевременным И это шестое убийство Вот так Тихонечку на всех линиях С другой стороны Не так сильно проседают По фарму Тирблэд по прежнему первый Там делят эту строчку С Тимбером конечно ДП не отстает практически Это сэфа И в миде Сейчас будет драка ДП включает И ультимейт И сифон Начинает раскидывать Также поблизости Пак отличный сайлент По дворим И нужно двух Как минимум убивать Вообще вчетвером Здесь Их там находится Деспрофит Стоит убить Уже два в один Размен Он конечно В пользу Гигфем Еще два героя Здесь Их находятся Клокер Тут пак Поблизости Сенкинг Без маны Вот сейчас она появилась Он не достает И Сенкинг без маны И Тимбер без маны То есть тут уже Ничего не сделаешь Особо Действительно Хотя вот сейчас Тимбер Отпился с помощью Столуринга Таст там запрыгнут За паком Но в итоге Это конечно Ни к чему не приводит Да вот так вот Размен Все таки В пользу команды Гигфем Произошел Смогли Тимбер очень много Дэмэджа раздавал В итоге После того как Сделал телепорту Да но Не хватило этого Для того чтобы Драку Повернуть в свою сторону Тинси В итоге Выход неплохой Ну Очень много героев Было на верхней линии У Тинси В это время Пришлось сделать телепорт И конечно На этом Времени потеряли Весьма немало Укуку Все не так радужно Нравит второй раз Ну более менее Он По крайней мере Третий Держится По прежнему Там на равных С Death Profit И тот И другой Счет И погибали Санкин Там тем временем Шестой левел Почти поднял Ой не Санкин Клокер Прошу прощения Да и Санкин В том числе Клокер Клокер Сейчас книжку Можно докупить Санкин Шестой Получит И так Оракл Четвертый уровень У Пака Все неплохо У Пака Тысяча триста Золото Посмотрим Будет Даггер Сразу брать Либо же Чуть попозже ПТ себе Обозначил Может быть Вейл Или Юл А там тем временем Клокер Столкнулись С Санкингом Тут включает Саншторм И Разные стороны Никто не стал Никого до конца Преследовать Бистав не произошло Террор Блейд Ушел в лес То же самое Сделал СС То же самое Периодически Делает Тимбер Все уходят В жесткий фарм И это на руку Гигфан Повторять ошибки Прошлой карты Нельзя И Террор Блейд Может себе позволить С самого начала Уходить практически В лес Необходимые базовые Артефакты взял Иллюзии вкачал На четверку И спокойно там Находятся постоянно Ну Затишье Затишье Которое непонятно Когда прервятся Ни те ни другие Судя по всему Не очень-то желают Идти в атаку Прямо сейчас Да Придется сейчас Пофармить Обеим командам Самое мало Старрор Блейд Все-таки Действительно уже Вырвался На первую строку Это Для ТНС должен быть Такой Звоночек Не самый Приятный Ну понятное дело Они строку по надверсам Не видят Но все-таки Они должны понимать Что ТБ фармит И надо потихонечку Ему с этим делом мешать Ибо пока что Он из леса Тоже золото выносит Весьма немало Тут есть Моук От команды Гигфэм Они пытаются дальше На агрессии давить Ревна можно будет пытаться Цеплять четвером Они уже на нижней линии И Тимберсоу Получает Дримкоил В итоге никуда не улетает На своем телевречении И отправляет в сторону Конечно же Получает Саленс И здесь Никаким образом Кути не выйдет Хоть и в четвером Но это мейн керри А Тиро Блейд Все это время продолжал фармить Сейчас на топ выходит Сандер у него есть Если что Огромное количество урона Получил из двух щитков И теперь вышку Могут попытаться Забрать Гигфэм У них Есть Экзорцизм И начинает Это делать Тинси Посмотрим Будут ли туда стягиваться Либо же своими силами Попробуют забрать Т1 в миде Это другой вариант В принципе Ты Судя по всему Вниз бегут Успеют ли? Пышка падает Довольно быстро Успеют Диспрофит без мана Остается Нужно отступать Уже Гигфэм Лака уже подцепили Есть Барустрайк Баранхайлов Минус Шли в вышку Защитили Тинси Потилаем Пока что на этом Вроде как все Хотя Тимс идет дальше Но Тимс без Блинкдагера Так что здесь Особо-таки ничего не придумаешь Там наверху Террор Блейд Пытается там Вовсю против щитков Воевать Но Дарк Сир Выносит свое С этой линии Конечно Не так много Как в прошлой Игре Ну в принципе Вообще не так много У Дарк Сира То есть 4400 Сейчас имеется И Могло бы быть Конечно намного больше То есть Нетворс С десятой минуты У Дарк Сира Примерно Так же и колеблется Так что надо конечно СМЧ что-то придумывать Тоже самый Блинкдагер Все же хочется Поскорее получить Несет в себе В Курьере что? Несет в себе В Курьере Идресочку Там Более Командные Базовые артефакты Будут сначала появляться Может быть Доминация Сейчас вот есть Дримкоил Примерно И Смогли избрать Конечно вдвоем Ну вот так вот Здесь все не так Односторонне Действительно Стороны команды Сиевец Счет конечно 8-5 И там Ревен по сути Должен разносить Но пока что Еще и второго уровня Ультимейта У него не имеется Очень хочется Получить 12 И Деспрофис Хоть каким-то образом Убивать Бэйн Повесил Сон на ДП Сбивает конечно Сразу же Все это дело Оракл Есть телепорты Телепорт на мид Здесь все очень плохо У Клоперка Его должен добирать Тимс в соло Подкоп через 3 секунды Requiem of Souls От СФ Пошел на белой линии Но есть сюда уже Два телепорта И Вроде как Телепорт пока что пробивает Но не хватает Последней тычки Пак в погоне Тычка от пака Еще одна тычка Не хватит одной тычки В итоге Выживает пока что СФ Ой-ой-ой Прилетает еще и Тимбер Но Здесь один против Четверых Особо таки не поговоришь Мне до Барфоза Будет действовать Еще достаточно долго Не все гиппаны Без хп половина Нужно отступать гиппан Атака Не удалась Все Нужно забить И ни в коем случае Не ввязываться дальше Потому что если их затянуть Тимбер просто всех порежет И вот он пошел резать Сразу же Оли Оракл Бросает на себя свой тимейт Там Клокверк ответно Врывается на СФ А очень кстати Класс называется СФ в этот раз погиб Понаглел Тоже не фуловый был Зачем вернулся Он сам не понял Ну ладно Тоже не понял Не заметили Хороший Барустрайк Там распиливает Просто Троих Тимбер Но пока не хватает урона Чтобы хоть кого-то убить А 14-37 Только благодаря Орган Сапу Живет Но недолго Он тоже жил 2 в 1 По итогу эпизода И Фан Не ожидая такого сюрприза Могу еще и третьего Параллельно забрать Нету Слушай, на это был бы Закидон Он просто пошел Забирать вражескую руну Да, и был Закидон по сути Да даже нет Сингинга От команды в целом 800 голды получили И они-то даже не пытались Вот они уже Первую атаку совершили Не, вынесли из нее ничего И это решили отступить Такое чувство С мыслью А, куда вы пошли, ребят? Давайте еще поговорим Ну давайте Пошли под вышку Умерли И Локер там СФ и наказал Сами полезли А там Террорблейд Пак запрятался в леса Ну и его сейчас будут искать На телепорт, конечно, есть Во всем остальном нет Улетает Дарк Сир Сэн Ким Кто угодно Никто не стал ничего кастовать Да, ну подумали, что он уже улетел там Бегал очень долго Дикокрыл и Взбивал Блинк Пак На самом деле странно, что не заметили Потому что там все-таки партиклы Должны были лететь в его сторону Ну ладно Ладно 10-7 пока что счет 2000 преимуществ всего за командой ТНС Хоть они и лидировали Ну примерно на самом деле В ту же самую цифру они лидировали Там максимум преимуществ около 3000 Так что Здесь нельзя сказать, что ТНС опустились Действительно все более-менее ровно Происходит в этой игре Не так односторонне, как на прошлой карте Не так односторонне даже, наверное, как начало было На позапроштой карте Которую, напомню, GeekFam все же смогли выиграть Ну и ТИМС До блинка остается 1000 голды Попытаются сейчас эти деньги дофармить Потому что Эпицентр, конечно, уже хочется кастовать в файте Мы видим, что без Эпицентра Не справляются с Трэрблейдом А Трэрблейда хочется убивать Очень быстро Взорвать его пока не выходит Ну, Тимберсоу разве что получил уже второй уровень ультимейта Так что Чакрама теперь дамажит побольше И Может попытаться Он, конечно, всеми скиллами по ТБ попадать Но это тоже не так просто Пока такого даже близко не было Ну то есть стычки Трэрблейда с Тимбером На карте мы еще не видели за 15 минут И ТНС, ну их пыл просто остудили пару раз Теперь они уже боятся рисковать И если вдруг игра в Суперлейд затянется Так, порвались на Тимбса Тимбс Сайленс он получает Да, Тимбса можно здесь забирать Но он успевает улететь на Бароустрайке Вернее, прыгнуть, подкопаться И уходит Атака не удалась Здесь было три героя Вифам, но хоть не в пятером туда шли А в миде, тем временем СФ раскастовался до этого Скастован Сандер Террэрблейдом В итоге оба очень битые И оба выживают, оба уходят Вот сейчас бы хукшотик Но там кулдаун Да, кастовали в СК И в итоге Его тоже убить не получилось Но слишком поздно начал крутить Оракл Все-таки свой Форчун Санд И в итоге СК не успели зарутовать В руте он бы не смог прожать Бароустрайка А так Его в это время успели убить А так Не успел долететь просто И в итоге он сделал Бароустрайк Получил рут уже В деревьях Где его не было видно Так, ну и соответственно Преимущество не изменяется Никого убить не смогли Абсолютно нигде Потратили много скиллов в Гигфэм И вот сейчас уже Когда Террэрблейд без Сандера Клокверик без хукшота Хукшот, правда, сейчас появится уже Да просто от НИНС Решили выйти наверх Видят Пака Пак здесь один Должны это прекрасно понимать Но он с Брингдайгером Использил шифт Чтобы цепануть это он и делать пытался Но получил Сайленс ответный Но была стенка Хороший врыв от Клокверика Но накрывает и его Барострайком Вдвоем они здесь Зачем тогда он ворвался Я думал сначала всей командой Потом посмотрел Раз, два, три героя Вообще в разных частях карты Не было шансов спасти Пака Тогда зачем пошел умирать Клокверик Это большой вопрос Да, оказывается не такой все-таки хороший врыв Там врыв-то он классно Эффект осмотрелся Но пользы не принес К сожалению Команде Гикфам И поэтому 3000 теперь ведут Тинси После уничтожения Т2 вышки на топе Террор Блэйд пока играет Против крипов И это понятно Тут нужно фармить Фармить еще раз фармить С хайграунда Они могут час защищаться Играют тоже, думаю Не будет слишком короткой Закинуть вот как сейчас Раз 10 Чтобы преимущество Реально было огромное У Тинси В противном же случае Ничего не получится Вообще я взглянул на чатик И там люди тоже В большинстве возмущены А что за пик Вообще такой страны У Тинси Как собирается Тимберсоу Побеждать Террор Блэйда Ну и ответ на этот вопрос Мы узнаем Я думаю минут через 30 Или около того А пока На самом деле Я могу сейчас сказать ТБ будет очень Много бить Тимбера И в итоге У него Там 25 зарядов Будет пассивы Реактив Фармор Слишком много брони Слишком много регена И от этого Пытаются отыгрывать Пока что убили Сэнд Кинга Только что Показал как это происходило Но Тут комментировать Наверное даже и нечего Дарксиры тоже пытаются Цепануть В итоге он на себя Просто все же повесил И уходит Да Вот так и забрали Сэнд Кинга В принципе Не самое важное убийство Сейчас никаких Рошанов не планируется Ничего Никаких драг 5 на 5 Не будет Правда только лишь Попытались отсрочить У него Блинк Но Блинк Таггер Блинк Таггер Пока что Даже наверное Не в его планах Взял себя А нет В его планах Он уже есть Да И сейчас Таггером Я так понимаю Не видели Его гигфамы Только сейчас Он был взят Соответственно Можно идти И реализовывать его Желательно С ультимейтом Сразу Ну посмотрим Как это получится Сделать Там клокверк Через 15 секунд Только будет Хукшот Здесь Рейвен Его цеплять Точно не хочется Уракл также рядом Тиражблэйд отходит Да нет Понимаю Что пока у Тиражблэйда Не так много артефактов Лезть Нет смысла Если он достал Дальше будет Скади Иллюзии его Немного побили У него плюс 30 армора В итоге получается С реактив фармора Даже больше И плюс регена Там около 70 хп в секунду То есть это пробивать Очень сложно Тиражблэйд конечно Может попытаться Это сделать Под метапрофозой Но Не так Легко это будет происходить А Тиражблэйд сам Имеет немало Точнее не так много хп Чтобы переживать Очень долго Чакрам Плюс чистый урон Который имеется У Тимберчейна С Верлинг Деса Если он Ломает деревья Там весьма Весьма Больно должно залетать На данный момент Бладстоун Тоже появился у Тимбера И 14 зарядов в нем Имеется Так что при Гену Маны Все весьма неплохо Мобильный персонаж И вот сейчас Оракл как бы его не нашел Как бы не подцепил Правда Все уже отошли далеко Так что здесь подцепить Можно самого Оракла Он поставил варды Какой себе цеплятель Я тебе скажу Из Оракла может выйти Поэтому Да не Там рут почему Просто рядом Действительно героев нету Он разлетелся Задний проказ Да вот Это проблема Никуда лезть А вот По Галде Не так много ведут Тинсины Я открыл график по XP И там уже 5000 5 с небольшим Ну уже Приличная такая цифра Вот например У того же Тимбера Уже 18 левел Тяжел Блейд Только-только 17 получил Диспрофит 14 против 16 У СС То есть все коры По большей части Проигрывают По XP Не сказать Что это прям Большая проблема Но Она есть И вот этот Тимбер уже Может полностью Практически Свой потенциал Там раскрывать По крайней мере От способностей Там Скорый талант На 20 левеле Появится Полезнейший И Тинси по прежнему Даже несмотря на все это Они Побаиваются Они побаиваются Они знают Насколько Велика цена ошибки Мы помним Все прекрасно Первую карту Она не так давно Закончилась Поэтому Да и рисковать нельзя Последняя карта Решающая Решающая карта Матча А Тинси Как мы помним Уже проиграли Квалы на ЕС Цель На Хотя бы Обыграли Фнатик Насколько Да Они Фнатиком Проиграли 2-3 И теперь Это последний шанс На мажор Зацепится В начале года С Минором Там Непонятно Что Но вроде как Там на квалах Они тоже Отыгрывали Не помню точно Смогли выиграть Или нет Но Какое именно Минором Старладер По-моему Играли Сейчас Я скажу Как они Сыграли Или Играют Должны Должны Сыграть Квалификации Закончились Насколько Я помню Они Проиграли В финале Минески 0-2 Минески Не были туда приглашены Соответственно Минески Как главный фаворит И самая грозная Сила региона Их выиграли Очень легко В грандфинале То есть Все Да Это последний шанс Зацепиться Хоть за один Лан ТНС Такую команду Хочется там Видеть Теперь нападают Ребята Как раз таки На Рейвена Из этой команды Но отвечают Убийством Легким Плот Только не пробивают Пока Тимбера Ну попытались Все Можно еще на 10 минут Отойти Афк Пофармить Потому что Пока любая драка С Тимбером Судя по всему ТНС Будет выигрываться Там даже если бы Был поблизости ТБ С Деспрофит Не хватило бы Не забываем Сенкинг поблизости Дарксир поблизости Они бы Потом в драку Вступили И уже показали На что эта связка Способна Ну а теперь ТНС Пользуясь чистым Преимуществом Пытаются снести Т2 снизу И возможно На них тоже отправятся На тот Рейвен Пытался Сбить Блинк Паку После шифта Но он успел Сделать Блинк Дальше его Не зафиксировать Бейн там в лесах Где-то запутался И в итоге Даже с ультимати Внутать не может Ну теперь 2 тавра падает Т2 падет Это 100% Ну и в принципе Вот на самом деле Странно Что А нет Не странно Ничего СФ все-таки Собирается Физбилд Очень правильно делает Потому что Здесь Должен соблюдаться Баланс По физическому Магическому урону С одной стороны Есть Рейвен Который да Может внести урон С своего прокаста С другой стороны СФ Который все же тоже С руки должен навешивать И тавра ломать Потому что здесь По сути больше Нег поломать тавра Чистого урона Достаточно От одного лишь Тимбера И магического Будет много С Дарксиром И Сенткингом Ну и физика Тоже должна быть Пусть она будет У СФ Вот так вот И размышляют ТНС Могут пробить Попробовать Но долго Достаточно Будут его забирать Относительно Поэтому Я думаю Повременять И для начала Лучше какой-то фраг Совершить Например на Клокверке В миде Потому что Тимс в позиции А ну Здесь не так Как вы это Будут сделать Там пак Есть с Дримкоилом Опять же Может ворваться На блинке Если вдруг Что на тебя Его дать Сейчас Опас Тыграл Но все же Линию Отпушил И здесь Так быстро К Тир-2 Подойти Тенцы Не смогут Одна катапульта Безусловно Не то Чего ты хочешь Видеть Под Ворожским Тир-2 Тавром Пока что Стоять Варды Цел Два варда Причем Варды достаточно Агрессивные Еще от Но они заканчиваются Ставили их Достаточно Давно Когда еще Была возможность Там Очень хорошо Заходить Во вражеские леса Там Каким-то образом Драться И Пока что Решили На Уже Оставшихся Секундах Этих вардов Зайти на Нижнюю сторону Раз уж Вижен имеется Надо реализовывать Тир-2 Тавр Попробуют Здесь снести Есть экзорцизм У ДП В идеале Сейчас ТНС Здесь драку Принять Потому что Они вероятнее всего Победителем Из нее Выйдут И Потом Гиквем Напротив После пуша Опять отступить Опять уйти в леса Там Отпушивать верхнюю линию И так далее Экзорцизм Есть Мраны Не останется Вот Деспрофит После Его использования Кстати ДП без Еула Любопл Под экзорцизмом Драться Не очень легко Дестер-2 Без экзорцизма Даже забирают И В принципе Все ультимейты У Гиквем Есть Там Рошан И хаста Рошан Медленно бьется Ракета Я так понимаю Да Туда прилетела И Отогнали Есть недалеко Шрайн Стали бить Рошана Отыграли немного Кстати по деньгам Гиквем Там Тущенку другую Траблэд по прежнему Топ-1 По нетворсу Скади у него уже есть Дальше будут Диффуза Траблэд Набирает обороты Вообще Очень спокойная игра Посмотри 21 фраг За 27 минут Это Мало Меньше фрага в минуту Он не видел Очень сильно Осторожно Третья решающая карта Действительно Тут есть Причина Для Чтобы играть Осторожно Не ошибаться Лишний раз Пока что СФ Имеющий БКБ БКБ еще ни разу Не прожата Нужно что-то Придумывать Каким образом Его реализовывать На самом деле Есть Фраген Пайк Уже Так что Можно будет Врываться Пытаться Все-таки Сварик Раскастовывать Ну и вот Драка Видимо будет Все-таки На Рошане Уже На Рошане Из-за Рошана А если Не произойдет Драк из-за Рошана То она произойдет В любом случае В другой момент И тогда Рошан Заберет команду Которая Драку выиграет Так что Надо придумывать Что-то ТНС Возможно Какой-то Смоук И именно Смоук Они решили Реализовать Прямо сейчас Зайти Под Того же Самого Террорблейда Если Террорблейда Получится Зацепить Надоело С Тимбером Ничего не делать Судя по всему Ну да Он фармит не так быстро Действительно Террорблейд разгоняется Все-таки в разы Быстрее Такими темпами Для них Такое вот Стояние Невыгодно Ой-ой-ой Смоук Еще спалили Как же Неприятно И на Рошана Может быть А вот если Они пойдут на Рошана То там будет Проблема Потому что Есть экзорцизм Ракетка полетела Видят Что Рошан Начали бить СФ с ДД Только из-за этого Пошли Если бы у СФ Не было Дабл Эмэдж Они бы Наверное Отказались От такой затеи И сейчас тоже Будут пытаться Отказываться Скорее всего Потому что Здесь Ну слишком много Скиллов у GeekFam С которыми Они могут Подраться В узком пространстве Это и Dreamcall пак Поставят Там по пятерим Не знаю Как Дэнди На первом Интернешнале Боятся Господи Как же они боятся Давно Такую доту Реально не смотрел Мне нравится Вот такое То есть Цена одной ошибки Слишком велика Сейчас Даже сейчас Несмотря на то Что там Байбэки Какие-то будут И даже близко К хайграун Мне подходят И сами GeekFam Заходят На Рошана Вот это риск Связку Дарксир Сенкинг Никто не отменял Ракета Там мимо полетела И можно уже Им вдвоем Врываться И убивать Двухкоров Там И какой сумасшедший Хукшот От Сенкинга Ой господи Отплох Только конечно По Сенкингу Но тем не менее Большой дэмэдж Там пытаются Быстить Рублейт Очень он битый Сандер уже был Проюзан Отступает пока что И минус два героя Именно в составе ТНС Ай какая ошибка ТБ просто проюзал Сандер Сейчас в Лотосорб Отлично сыграно От Ревана И в итоге Просто его подловили И он не зарегинился В ультимейте От Оракла Ну в конце концов Выигранный файт Для ТНС Действительно Он там не то чтобы Не отхилился Он получается Ничего не дал Тимберу Он его не отхилил Там не просадил Получается И сам тоже Получается Ничего сделать не смог А Реван Сейчас просто Регенится уже Под свои пассивы И забирает Рошана ТНС В итоге Выигранная драка Для них А Егес Также в кармане Пака Тоже попытаются Сейчас наверняка Разрубить Будет броустрайк Через одну секунду Блингдагер работает И Реван Должен рубить Реван Рубит Пака Пак Пока что уходит Последний раз На своей арбе Поднимают Его все таки В юл И до конца Реван работает Но сейчас будет блинг Да Дальше уже Нет смысла Я Опять же Вспоминаю Предыдущую драку Мне так хочется Отметить Клоферка Который увидел Нашел Санкинга Там мимо Десяти героев Бросил В свой Хукшот И Попал таки Сбил ультимейт Потому что Если бы Санкин культанул То с Дарксиром Бо они там Развалили Всех Ну по крайней мере ТБ И Дэс Профит Точно Этого уже достаточно Но вот Благодаря этому Хукшоту Хоть как-то Смогли Более-менее Неплохо Для себя Подраться И Назвать нельзя Да Два в три Да Потеряли Двух коров Отдали Рошана Но могло Все закончиться Еще хуже Могли потерять Пятерых И сейчас Хайграунд Уже Подходили Тинси Ну и теперь Вопрос Пойдут ли они Саегис Готовы ли они Саегис Будет Ну Почему нет Ультимейт Все есть В принципе Нам летим Дорный байп Нельзя давать время Да Ну с другой стороны Ультимейт Конечно И у команды Гикфэм Вот сейчас Экзорцизм Откадешится Будет не так легко Но преимущество Восемь тысяч Имеется В принципе И это Нелог так отражается В этом билдах Игроков То есть Вот там Куку например Сейчас делает себе Уже потихонечку Бабочку Возможно Ее доделает И вот после бабочки Будет хорошо уже Заходить на Хайграунд То есть там У СФа заметно И выживаемости Прибавится И действительно По демиджу Он очень сильно вырастет Так Сенткинг Пока что Еще имеется Эпицентр Но врывается На фукшоте Очередной раз На Клохверк И Минус 2 Совершают В итоге Там Деспрофит Очень долго Конечно На себя Удерживала Этих ребят Ну и конечно Там Пак тоже Размонсил Дремко Поставил И очень неплохо Все получилось Минус 2 сделали И Они время выигрывают Во время того Как у соперника И Страшан Они выиграли Минуту себе Как минимум Это прям Идеальный расклад Еще и параллельно Наглеют И идут На Т2 Понимаешь Что их просто Сейчас банально Больше И возможно Даже ее сумеют Забрать Вот забрать Т2 И уйти Даже не нужно Приближаться К хаграму Мне кажется Посмотрим Как они решат Ну Нет 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 вариантов Просто зайти на хага Да конечно Экзорцизм Только лишь на Т2 Потратили Возможно Даже стоило Попытаться Забрать без экзорцизма Через Треблэйда Вот Тирадин Тавр Да И в итоге Отыгрались Ведь Будет там В районе От 3000 По итогу 3-4 То есть Три тысячонки Уже Откусили Сникфем От этого преимущества Ну Вот те два Нижних фрагов Позволили им это сделать Действительно Было круто Именно Территориально Так сыграно И сейчас Это может сильно повлиять На дальнейшие события SF С бабочкой Бежит В наглую Один Ничего не боится Находит Терреблэйда Ну Посмотрим Он его кстати Вообще не пробивает Терреблэйд С таким количеством армора 36 единиц Ну там 40 Даже Был еще приставр Помогал ему Немного Конечно Слишком Слишком много Для SF Хотя Дэмэджа с руки Там весьма Весьма немало Вон видишь Даже с иллюзиями Тоже приходится Разбираться Достаточно сложно Но Терреблэйд Все-таки Должен еще И понимать То что По нему Магического Дэмэджа И плюс чистого И имеется Весьма-весьма Немало Все-таки ХП у него 2600 Сейчас Это уже Немало Но Пробиваемо Для Тимбера Есть конечно Скадя Делает себе Потихонечку МКБ Сразу же Как только появляется Бабочка на Терреблэйде Сразу же МКБ Появляется Не наоборот У СФ Появляется МКБ У Терреблэйда Ну Нужно его Все-таки Пробивать В любом случае Нельзя давать ему Кастовать Сейчас В идеале Кого-то цепануть Пакуй Делает он это Через Dreamcoil Да Только увидел Телепорт От Ай Хукшот Не дотянулся Не дотянулся И больше По скорости Судя по всему Никого не достанут Да Все уходят Ну Гикфэм попытались И правильно сделали Только увидели Этот телепорт Моментально Ответочка Ваш план Будет там Еще какой-то Тебе заебал Будь у Пака И Ул Знаешь Может быть И получилось Но как мы помним Билд этот Него не подразумевает Наличие этого артефакта А там Теременклор Где-то Почему-то оказался В медиа И его спокойно Загирает Shadow Finn Да Тут есть Очередной Так Пока что Получается Что Тинси Не отпускает От игру А Игос Правда Заканчивается От них Ли вообще Сейчас Все зависит Тут Я даже Не могу Сказать Что Какая-то Команда Где-то Сумасшедшие Ошибки Совершила И те И другие Стараются По максимуму Реализовывать Конкретно Свой пик Тинси Тинси Даже Немного Пассивненько Играют Для такого Набора Персонажей ДД У эсэфа Ну как же Им везет И сейчас Т3 Вполне Может быть Разрушена После этого Локерка Нет Клиф Если что Можно Прожать Не добили Эсэф Раз-два Да Сносят Пышку И фражмать Вот он Первый Тир-3 Тавр Упавший На этой Карте Тинси Теперь могут Попытаться Поломать Вражеские Шрайны И Видимо Именно Этим Они И займутся Вот Все регионе И в частности Команда Тинси После того Как сломала Тир-3 Вышку Действительно Не идет Куда-то Дальше Не идет Фармить А идут Прям Сразу Академически Ломать Шрайны В Северной Америке Например Такого Нет То есть Северная Америка Команда Вспоминает Про Шрайны Почему-то Только лишь После того Как Трон у них Упал Подразумеваешь В первую очередь Они Грешат Подобным Типа того Да Бывает У них Такое Вообще Клокверки Очень хорошие В сей регионе Во всяком случае Те Которые нам Показывают Которых нам Сейчас показывает Команда Гикфэм Потому что У нас С инмейтом Например Вчера Был Финал Квалификации Или не вчера Может быть Позавчера Да Вчера был финал Региональной квалификации А позавчера были полуфиналы И там Клокверк В одной игре Чуть ли вообще Не попал Ни одним хукшотом Мы радовались Когда он попал Одним из хукшотов Хотя бы по какому-то герою И то это были не самые удачные А пока что У Гикфэм Ну Отличный Клокверк Вот просто молодец Вот этот Плейхард Игрок с ником Плейхард Исполняет Клока Чуть ли не на все 100% Вот эти вот Его врывы постоянные Причем удачные Большей части Они все же Для команды Очень-очень хороши Очень хорошо Бустят их файтер Ну Посмотрим Тут тоже еще Песенки не спят Решающий хукшот Какой-нибудь выдать В игре Чтобы он Реальный исход карты решил Исход противостояния И сразу А там Фнатик параллельно Я думаю Даже посматривают На эту игру И думают Ага СФ у ТНС В каждой карте Надо бы его Подбанить Если что Не факт Конечно Что именно СФ всегда Самая грозная сила Но Ку-ку на нем Играет регулярно Мне кажется Они должны увидеть Тимбера В первую очередь На Корроле Ситуативный персонаж Очень ситуативный Ну то есть Он далеко не Самый частый гость Я кстати Даже попробую Сейчас посмотреть Конкретно В январе В январе Я люблю Именно Вот такие Небольшие Периоды Брать После нового года После того Как все Отгуляли Праздники Тимбер был Пикнут 19 раз С процентом Побед Всего лишь 42 Это маловато Для Корпозиции То есть Герой Ненадежный И очень Ситуативный И далеко Не всегда Он заходит Ну его Стоит все-таки Отмечить Что Его не всегда Пикали Именно на Корпозицию Обычно В сложную Линию Ну да Герой Действительно Не самый сильный Сам по себе Так тут Сейчас Его нахуй Уходят Уже Есть по нему Сайленс Мало Стаков Реактив Армора Поэтому Просто-напросто Оттуда улетает Драться здесь Не имеет никакого смысла Причем Еще и Трэдблейд Достаточно рядом Может пробить Да он и На самом деле Фулового Тимбера С полными Стаков Реактив Армора Может пробивать Но с другой стороны Ты посмотри Там даже без Реактив Армора 5 стаков Реактив Армора Работает Сейчас А бронита У него Уже Около 40 Ну и ХП Там 2 300 В принципе Пробить его Уже не так Легко Да Это мы Изначально С самого Старта Карта Говорили о том Что пробивать Его будет сложно Тут нужно От эсэфа в первую очередь Эсэф Дарксир Сенкинг Эти персонажи Они очень много Урона сами по себе Могут нанести И при этом Затратят на это Минимум ресурсов Им нужно просто Ну по крайней мере Дарксирую Сенкингу Просто прийти в драку Дать прокаст Им можно умирать Они так там Грязина делают столько Что сопернику Не поздоровятся С тимбера Раскайтят Если что Там в четвером В пятером Но нужно Оформить себе Такое численное Преимущество И сейчас ИНС на хайграунде ИКФМ на лоу граунде Со смоков Хотят выйти на эсэфа А как его задезейблить Ну вот так Сайленс Тут БКБ С чего должен прожимать Да Прожимает БКБ Толкает себя И на развороте И как же там Диспрофит оказывается Одна среди трех героев Пытается ее резать Но она просто Уничтожает Вейна в первую очередь Также огромные проблемы И у эсэфа Это минус 2 Ой, катастрофа Может произойти Сандер хотел использовать Не смог Ты видел это Не достал Ну и дальше Сэф Ой, как хорошо Свапнулся Вставсовки С своим тиммейтом Но Будет фуловый Сейчас возвращаться в драку В том числе Бороустрайк Но он тоже никак не поможет Минус инкинг 4 в 0 Будет сейчас Выживает Только тот самый тимбер Вот о чем я Секунду назад говорил Да, он разрезал Клокверка Но он один И он ничего один не сделает Против четырех персонажей Здесь очень неудачная драка Для команды Тинса Там Они были на хайграунде Они не смогли С Диспрофит сделать ничего Когда она в БКБ Оказалась в окружении Прям героев Да, там Просто получил стан Шадоуфинд И по-моему С секунды 4 Стоял В БКБ В стане То есть там То ли это пак был Да, это скорее всего Был Дримкоилл от пака Хотя с другой стороны Калдаун был бы запущен Мне кажется уже Это же не минуту назад Презошло Хотя может быть и минуту назад Я не знаю В файтах время так быстро летит Ну в любом случае Очень долго простоял В БКБ и в стане СФ И В конце концов Прям неприятно получилось Важный момент Рошан появится Прямо сейчас Да, здесь стоит Иллюзия Терраблейда Об этом знают Они могут идти Все Они могут идти его бить Тимбер соответственно Ну в одиночку По-прежнему не способен Там сражаться 5000 практически Отыграли в Гифам За последнюю драку И Заметь Они не пошли на хайграунд Лезть Они сыграли очень грамотно Они сыграли осторожно И дождались Рошана Это даст нам гораздо Больше пользы Они и второй раз Попробуют стрельть подобное СФ через 5 спун Будет ли попытка ворваться Без центра Рошан очень битый Но не успели Не успели СФ появляется Моментально летит На Шрайне Нет шрайна Поблизости И Возможно Одна из ключевых драк Этой карты 42 минута Счет 18-16 Ну преимущество По золоту пока что Еще есть за командой Тинси Небольшое Но это критическое Ни на что не влияет Абсолютно ТБ уничтожал Если бил То он бил больно И даже Я вот посмотрел Он преследовал Тимбера Под скаде Тимбер Поблизости деревьев Не нашел И Ну пол хп Он ему снес В соло Там за несколько секунд То есть Это не проблема Тут Просто убить всех остальных И Тимбер Не выиграет В таком случае Не первый кстати раз Я могу стать свидетелем карты Где Тимбер берется В качестве основного Перри Я Знаешь какую карту Соминая Киев Сикрет Сг По моему Тимбер был У Сикрет В той карте И они проиграли Какому-то жесткому кору Потому что Тимбер был В легкой И был Мейн Перри Он просто не затащил Не хватило Вот этого лейт Потенциала У этого персонажа По моему Это была Карта между ними Если я ничего не путаю Вот сейчас Тимберу надо Набить Как можно больше Реактив фармора Потому что Там потихонечку Жарошан падает Экзорцизм работает Информация Должна иметься Там Вылетают все-таки Потихонечку Фиечки Бабочки Из Рошпита Аегис Скорее всего Будет для Гикфм Хотя Ревен Подходит Ревен Попытается Хоть что-нибудь Своровать Самый И чё Впрыгнул Но Ничего сделать не смог Отправился в таверну Аегис Для Террор Блейда Дальше Погоня за Ревена Ревена Будут пытаться убивать Сам дотягивается До дерева Уходит Забить можно на него И преследовать Бейна Минус 2 Летит им обратно К нему Комбэк Слушай Такими темпами Тен Сидис Не могут проиграть Заходят уже И как минимум Будут терять Одну сторону Будут терять Мидллинию Уже 100% На хэграунд Зашел ТБ Начинает Настрелять по вышке Бейбэк Тот самый бессмертный И только он Обладает байбэком У Сэфа его нет Ему страшно Дарксира не будет Бейна не будет Ладно без Бейна драться Но без Дарксира Будет тяжело Это минус Сторона Скорее всего По крайней мере Один барак Будут бить до последнего Санкин вообще Почему-то Здесь находится Непонятно Что он там забыл Видимо решили продавать Эту Сторону И Сэфа ловят Господи Как же плохо Если он умрет А он умрет У него нет байбака Ему не хватает денег Там Сандер Так что использована Рэйвена Римкоил по нему Тот пока уходит Но слишком мало здоровья У него остается Сайленс есть И это минус Скинбер 40 секунд до появления Скорее всего Придется выкупаться Иначе можно потерять И две стороны Браво Гипфэм Просто браво Вот блестящая игра И блестящая реализация Тироблэйда Конкретно Вот по макро игре Когда Просто не нужно было лезть И они не лезли Ничего сложного Казалось бы Но очень часто Команды Почему-то Совершают Эти непонятные мувы Стенка по троим Подкоп хорошие Тимс Туда бы еще Опитцентр раскасывать Но не получается Пока что этого сделать Тироблэйд Без формы Но есть Аегис Раскастовывается Эпицентр Ой господи Эпицентр конечно же Раскастовывается Экзорцизм Врывается в Ревена Ревена нужно зафокусить 10 зарядов реактива Формора Ревен сейчас может Рискует умереть Причем очень сильно Экзорцизм Пока что еще работает Был Эпицентр прокастован Но Тироблэйду Только лишь длили Аегис ТБ Через 40 секунд будет Метаморфоза Возможно стоит отойти Потом под метаморфозой подраться Пока что разрубает Просто Тимбер Минус 2 сейчас совершил Это минус ДП Минус Пак И в итоге Тироблэйд здесь один Не так-то лучше Оказывается веселён Пытается сэвить Нужно либо уходить Либо добивать Тимса И уходить Но возможно не отпустят И сделают минус 5 ТМС Должны Должны быть ДБ Так Есть Сандер В обратную сторону Но там был Нотус Так Просто его не заюзать Минус 5 Вот так вот наказали За наглость Да Потому что вот сюда Не нужно лезть Ну то есть Только за счёт этого Сейчас Тимси выиграли Подарили вот Гикфэм им Эти 5 фрагов Оказались ли они Важны 5 фрагов Ну да Время немного выиграли Но с другой стороны Понаглели Вот всё-таки Только-только Я их похвалил за то Что они играли Очень осторожно И грамотно И ни в коем случае Не лезли И моментально Провергают мои слова Просто посмотри Вот чём различие Тимбера С любым другом Корма Главное его Слабость Он просто стоит Ломает бараки Есть у него Куча времени Для того чтобы сломать барак Но он просто Дэмэджи по нему не наносит То есть вот Был бы тот же самый СФ здесь сейчас Конечно сломали бы Там уже сторону Очень быстро Но Был бы любой другой керри Вообще Вместо Ревана Они бы сломали Сторону весьма быстро Ну пока что Казармы Падают Ктапульты Ему удружили И всё же Минус сторона Одна уже имеется Трендблейд Надо развести На байбэк И сейчас Такими темпами Действительно Могут потерять Целые две стороны Игроки Команды Гигфэм Они будут Терпеть до последнего Без одной стороны Можно драться Они сами снесли Нужно прожимать Не хочется давать Рейнджовый барак Продали Это не страшно Он не будет Выкупаться Это слишком Хороший По двоим Ворвался ещё и Клокверк Вытащил Бэйна Бэйн Пытается здесь жить Всё Видимо будет Финсгрип ещё работает Подес профит Если умрёт То это будут очень большие проблемы Кастуется экзорцизм Под БКБшкой Пока что живёт Разворачивается на СФ И СФ могут быть большие проблемы 14-37 Ну должен конечно здесь умирать Его Никуда Отсюда не отпустят Ну а все остальные Разбежались Сломали В принципе Использовали Всё то Что они могли использовать Для того чтобы Ослабить оппонента В то время Когда Как раз таки сломали Ну убили 5 героев Попытались там что-то На какие-то байбэки развести Но в итоге этого сделать не вышло В итоге минус сторона И минус половина Мидл линии Также Тир 3 тавера На нижней линии Не имеется У команды Гикфэм Сейчас Ситуация У Тинси Всё ещё Лучше Чем у их оппонентов У них стоит Тир 2 тавер наверху Так что Их так быстро не сломаешь То есть можно будет ломать Только лишь трон И грипов ты им не сделаешь А вот Гикфэм Если проигрывают Сейчас один файт Если проигрывают Без байбэков Ну или же просто Отдают Аегис Тому же самому Тимберсоу Хотя скорее всего Аегис будут класть В Шадоу Финда Ну ладно Это не так важно Всё-таки Действительно На волоске Висят Гикфэм Хоть и отбиваются Хоть и получается У них выигрывать Некоторые драки Шансов У Тинси Ещё очень много На этой карте Всё совсем не решено Классно играют Вот реально Стоит отметить И гикфэм Здесь не стали Тратить важнейший Байбэк Тиррор Глейда Молодцы С другой же стороны Сами Тинси Сторону снесли И вторую Потрепали И снизу вышку Там успели Засплитпушить Тоже всё Очень чётко сделали Ну на 49 Минуте У нас 3к перевес Это можно Приравнять к нулю Нет преимущества Ни у кого Нетворцы уже Абсолютно Ничего не решают На этой карте Там и так Как бы Все кто нужно Все своё вынесли И Сейчас Важнейший элемент Игры Это Исключительно Макросоставляющая Когда Гикфэм Нужно Играть Очень осторожно И ни в коем случае Не лезть Ну вот сейчас Полезть Мне кажется Это будет большой ошибкой Но только в максимум В смоках При этом Нужно обязательно Кого-то убить Но я вижу Что у Тинси Кстати вардов нет У чужой половины Этим можно воспользоваться Ну либо вообще Нового Рошана ждать Вот на самом деле Рецепт выигранного Файта Для команды Тинси Очень прост Ворваться В Тараблейда С эпицентром И всё У него нет БКБ Он сможет Проражать свой Сандер Но Как бы если проконтролить Опять же С помощью Лотос Орба Всё это дело То можно будет На этом навариться Весьма серьёзно Ну а так пока что Пока что ждём Пока что смотрим Как раз мы такое видели Да На самом деле Он сколько уже Сандеров провязал В Лотос Орб Два или три От того Да Достаточно много Он его юзает И все три раза После этого Он умер В итоге получается Ну Что ж Ждём Ждём Пока что У Гик Фэм Ещё есть Байбэки У команды Тинси Конечно тоже Вот мы сейчас видим У всех есть ББ На всяком случае У Коров Получается Там только некоторым По золоту Не хватает Нету Тинберсоу Нет Байбэка Ещё две минуты Так что придётся Сейчас с Кованно Немного поиграть Команды Тинси Против Потому что Если ближайшие Две минуты Ревен умрёт Конечно То можно будет Писать пропало Без Тинберсоу Без вот этих вот Тридцати двух тысяч Нетверса На карте Драться будет сложновато Тинси Тинси Два Байбэка Сейчас Тимбер без него У СФа И Дарксира Пока имеются Может стоит подождать Байбэка Тимбера Чуть меньше двух минут Осталось Как раз Рошанчик Примерно в то время Появится Там Пак Терять его Ни в коем случае Не хочется Но здесь В Бейна Влетают Ой как Рискует Сейчас Гик Фэм На хайграунд Заходить ТБ продолжает Преследование Пока форму не жмет Может драки Просто и не случится Пытается отогнать Там тем временем Пак Бейна чуть не убил С догона Но урона Немного не хватило В итоге живы все И все абсолютно Пока разбегаются И погоня Не Продолжается Команды Гик Фэм Ждут Рошана Рошан будет через Полторы минуты Да полторы минуты Рошана еще имеется За это время успеет Откдшится байбэк У Тимберсоу По золоту У него Все нормально То бишь Для байбэка хватает Ну и в итоге Команда Тинси Протим Действительно Пока что Еще может Рошане Очень хорошо Подраться По таймингам У них все Неплохо Такие неплохие Тайминги Действительно Ловят Сейчас Тимберс может Еще и Аегис Себе забрать Правда Наверное Все же Не Тимбер Ну посмотрим Посмотрим Там 4000 хп Все таки у Тимбера Сделал себе Тараску Пробивать его Теперь вообще Сложновато Мне кажется Пойдут Гитком Драться Ну вот Почему-то Чуйка Так работает Я считаю Что им нужно Попробовать Бкб есть у Тараблейда Все таки Собрался Бкб Понимаешь Что Его здесь Могут Зафокусить Абсолютно Спокойно Ну проблема В том Что Бкб Не спасает От Тимбера В Полной Степени Но С другой стороны Когда у него Все таки Уже Есть Два Чакрама Хотя бы Не замедляться Об них Это уже Большой плюс Две Часовых Карты Практически У нас Может Получиться В этой Бест оф 3 Первая Длилась Больше Часа Вот вторая К часу Приближается На топе Пак Линку Пробили Теперь пытается Его очень Быстро Спилить И Пака Убивает В ответ Конечно Убьют Бэйна И теперь В идеале Убьют Еще Кого-то Пак Без байбэка 100 секунд Через минуту Только он у него Появится Тулдаун Там действует По-прежнему Рэйвен Уходит У Рэйвена Нет смысла Преследовать Нужно Пытаться Убить Других Но других Не было Вообще Отступают Рошан Будет Через И без Пака Придется Если Придется Драться То без Пака А еще И Терроблейды Там Все-таки Развели На Метаморфозу И Без Метаморфоза Зайти на Рошана Будет Практически Нереально Для Гикфм То есть Подраться С ТБ Без Метаморфоза Против Вот Такого Вот Тимберсоу Против СФ Который Может В любой Момент Рассказать Ультимейт И Если Ты Милишный В милишной Форме Терроблейд Все-таки Намного Сильнее Подвержен Силе Этого Ульта Чем Если бы У него Все-таки Была Метаморфоза Он мог бы Перемещаться В файте Более свободно Тем не менее Тен Си Попытаются Возможно Сейчас еще Терроблейд Немного Зацепить Пробить его Ревен Что он здесь Забыл Один Хекс Получает Пока живет Еще именно Сульта Оракла Просто Форс Отскиллы И теперь Сейчас Могут Спокойно Зайти На Рошана Есть еще И стенка Если вдруг Что Так что Здесь Команде Не стоит Сюда Судар Судар Сын Кинга Пока Нет В драке Сын Кинга Нет В драке Он Без Травелов Каких Прилететь Быстро Не сможет Придет Пешочком Добираться Знают Об этом Гекфем Знают Стритфарт Да Вот Вот Это может Через 15 секунд Только появится ДП тоже Очень далеко Без Профит Будет Очень опасно Идти Так Сейчас Может Конечно Попытаться Клокверк Ворваться Он уже На позиции Ставится Вард Вард Должны Сломать Но 1437 Просто Молодец Да Еще стоит Еще стоит И принимает На себя Удар Прыгает Клокверк Прыгает Прямо Таки В 1437 Кастуется Ультимейт От Шидоуфинда Взбрывают Просто Напрасно Этого Клока Вырывается Отсюда Рэйвен Рэйвен Начинает Настреливать По суппортам Экзорцизм Работает Работает Еще и Эпицентр Ну и Команда ТНС В итоге Отсюда Немножечко Отходит БКБ Сразу же Точнее БКБ Аега Сразу же Выбили Все-таки Из СФ СФ Пытается Отсюда Мы его разбили И Рэйвена Тоже можно Попытаться Пока он В Юле Два Кора Остаются Рэйвен Уходит Как можно Дальше Но ненадолго Настигает Вот здесь Пак С пятым Догоном Это минус Рэйвен Байбеки Есть у обоих Должен быть Минус Рэйвен Должен быть Минус Рэйвен Регенится Хилиться Живет Так Дальше Блинг Даггера Не имеется Ну половину ХП он себе Уже отрегенил Его убивать сложно Врывается еще И Сандкинг Здесь же СМХ СМХ Пытается С вакуума Пака разнести Но Пак не так прост И сразу Получает забрать Еще И Тимберсоу Ну да Догон очень больно Бьет по Тимберу Вообще Магический дэмэдж Тимса тоже Можно Отцеплять Но решили отступить У него Блинг У него Юл В принципе Пески там Очень быстро откатываются Я единственное Что не заметил Если У меня Файтрекап К сожалению Уже Последнего убийства По-моему Во всем Этом кипише Я так посмотрел Террорблейд Забрал сыр А Егис Забрал СФ И в момент Когда Террорблейд Умирал Я смотрю Сандер есть Но на нем Сайленс А нет Сандера не было В общем Он внезапно Стал фулл хп Но из этого Я делаю вывод Что именно он Сыр там прожал А что бы Если бы там не было Сыра Он там был И это позволило Реально перевернуть Драку полностью Какие же качели В последнее время Посмотри на графике Только-только Преимущество было Ну дважды уже Отыгрывает преимущество Гигфэм И сейчас немного ведут А там Понятное дело Уже в нуле будет До конца карты Классная Нереально классная Карта последняя Вот такими и должны Быть решающие карты За выход Куда-то дальше Фуллфиналу Нам сегодня подарит Что-то подобное Ну дпшка Имеет Хекс Ну и конечно Теперь С Рефрешер Шардом Рефрешер Шард Причем тоже У Дэс Профит Это стоит отметить Отдельно Ибо Теперь будет Два экзорцизма С рефрешер Шардом Очень большие шансы У команды Гигфэм Сейчас зайти И снести Коллектив ТНС Байбеки Конечно имеются У Ревена Байбек есть у Ревена Байбек есть и У СФ Немного правда Золота не хватает Но я уверен Что сейчас Они все дело исправят Будет конечно обидно Если тебе 148 золота Не хватает И ты умираешь Все без байбеков У ТНС Абсолютно все Но там денег немного Не хватает И Тимберу И СФ И как же вовремя В сторону под номером 2 На развороте Цеплять Есть Хекс ПСФ Зачем по Террорблэйду Извиняюсь конечно Сразу же есть Еще и по Тимберу Террорблэйд Вот та самая БКБшка Мэтморфоза Работает Просто взрывает Сейчас всех Во всяком случае Должен этим заниматься Получает Хекс Очередной Даже просто умирает Отсюда Ой-ой-ой Как же его разнесло Здесь я даже Немного это пропустил Пак Должен отправиться В таверну Прямо сейчас Ну нет Нет Да нет Таких так просто Не возьмешь И Работает Хекс Будет продолжать погоню Оля он уже убил Там погиб и Пак И Террорблэйд Как умер Террорблэйд Как умирал Оля В этот момент Террорблэйд Байбэк Сразу же Моментально Потому что на миде Там и с верхней линии Подходили уже крипы Нужно защищать Базу Давай смотреть байбэки Тимбер и Дарксир есть Диспрофит Пак есть Ну баланс Абсолютно его СФ и у Террорблэйда нет Кто умрет Слушай Я серьезно не понял А как так быстро умер Террорблэйд У него было там половина ХП И просто до нуля пустилось за секунду Что случилось Тимбер в него так влетел Или что Просто я Немного проморгал Этот момент Я подумал то что на него Хекс просто дали И уже сказал что даже Типа Хекс по Террорблэйду Потому что там моделька исчезла Он прожал метаморфозу Он сразу практически умер После этого Ну это сейчас конечно был ключевой момент ДБ Без метаморфозы 80 секунд И Нужно каким то образом Дефать базу Причем Ку-Ку еще имеет Дабл дэмэдж Это вдвойне плохо Твора Сейчас будет быть Хекс по Фоферку Не самая конечно лучшая цель Для этой способности Пытается улететь СМАш Через БКБ Улетает Кого-то Там СФ Слушай у меня сейчас в голову пришло Если бы Гикфэм играли с Монки Кингом Большое количество игр Мне кажется можно было бы Называть их Гикфэм Ну это так просто Поделился Своим впечатлением Своими мыслями Величное тщепление Во время Того как нападают На Дес Профит Байбэк есть Что ж ты тут забыла Подруга В одиночку Полтора минуты Полтора минуты На байбэк есть Это Какой-никакой плюс Через 30 секунд Час Это игра Последняя решающая карта Террор Блейд Вложить во что-нибудь А что ему докупать Вот что ему докупать Вместо чего самое главное Да у него уже все есть И в принципе здесь Перекладывать что-то Будет не очень приятно А что ты хочешь чтобы он купил Рапиру Я не знаю на самом деле Да нет Хотя Возможно придется Ну рапира здесь Такой способ Возможно придется и рапиру Вообще Натурботеропил Вот такой вариант Может быть Может быть Ты даже не знаю Честно говоря Ну наверное это все Диффуза выкладывать не хочется БКБшка тоже нужна БКБшка тем более Меняется обычно с Трэвелами То есть он БКБ прижимает Трэвела сразу перекладывает Вот сейчас начинает бить СФ СФ конечно может здесь умереть Есть по нему еще и Дримкоил Пытается его сэвить до последнего СФ пока еще живет Но отправляется в твердом 124 секунды Без байбэка Работает на эпицентре Хорошо Получает Забирать Террор Блейд Террор Блейд тоже без байбэка И это может быть конец Работает еще и по Б Но сейчас Пак очень хорошо Ревен разорвал Получилась эта комбинация С Энкин плюс Дарксир У команды ТНС И теперь они Убили Так Все остальные уходят Да потеряли СФ Но убили больше людей Но здесь Пытаются поймать имбера Пока работает экзорцизм Хоть какие Маламальские шансы Есть его забрать Кто-то вон визе был После Гримера Снова очередной эффект Дагон сверху И хукшот тоже И все-таки погибает Байбэк есть Но он и так появится быстро Так как Бладстоун имеется Но это далеко еще Наконец Да Вот это игра Конечно Нервы щекочет Прям Мам не балуй Это СФ Который умирает без байбэка Потом умирает Рарблейд Без байбэка И ты уж действительно думаешь Что сейчас вот Кто-то выиграет файт Игра закончится Но нет Все расходятся И в итоге Никто никого спушить не может Слушай Интересно Интересно Вот ты хотел Увидеть Долгую карту И я думаю Что ты сейчас радуешься Свою малость Правда Повод для радости Сомнительный Ибо у нас уже Такими темпами Приближается Следующая Бестов 3 противостояние Сразу в следующую пойдем 18.00 по Москве Будет забавно Кстати Если так получится Рекорд может Побьем Столько Игра точно не продлится Но она Вполне может продлиться Еще минут 10-15 Тимбер Рядом Без профит Она находит Инвиз Сейчас узнаем Когда появится Рошан Ну вот она Это бриф Друзья Если вдруг кому-то интересно Два кикса имеется У ТНС Два кикса еще И гекфем тоже Так что тут Битва Битва с свиньей Происходит Просто-напросто Так тоже Рефреш Собирает себе Тоже очень Запакованный Не хочу Хотя там вот Шесть героев Уже далеко За 20 тысяч Несколько Даже за 30 Перешагнули Ждем Возможно Атаку От ТНС Но Если вы видите Байбеки Что там у них У них 3 байбеков Соперника Байбеков Нет вовсе И они должны Это прекрасно понимать Они должны Знать Что нету Террорблейда Что нету Пака Что нету Деспрофит Это самые Ключевые персонажи А значит Этим можно Попытаться Хотя бы Воспользоваться Да СФ тоже Без байбека Но при этом Он есть у Тимбера У Дарксира То есть У них все В разы лучше Либо же Могут дождаться Рошана Который будет Через 40 секунд И по-прежнему Байбеков К тому моменту У гекфем Не будет Ну я думаю Да именно Такой вариант Стоит выбрать ТНС А уже потом Что-то придумывать В плане атаки Ну вот он Решающий Рошан 64-ая минута 33-33 Счет Это же просто Подумать Действительно Насколько равные Команды попались Третья решающая карта И в принципе Я бы не сказал Что здесь ТНС Там на первой В первой игре Не проснулись Или сейчас там Они до сих пор спят Реально Гекфем Это Микс С которым Нужно считаться Даже не микс Это все-таки Команды Нереально Их выигрывали Один раз За последнюю Именно серию Выиграли Один раз За последние Много матчей То есть То что ТНС Не могут здесь Выиграть Это скорее Их вина Я думаю Они должны С позиции силы Играть Они пытались Они показали Это на второй карте На третьей Не получается Дескрофит Врыв на Бэйна Первый хекс Трактится на него Так себе цель Но Дальше СФ Который уже Пол хп потерял Включает он Блокинг бар Работает сатаник Отпрылся буквально С одной тычки Продолжают Бить Терраблейда ДТБ Живет Взрывает СФ А взрывает Бэйна Без Бэйбэйка На 100 секунд Отправляется в таверну Два этих героя Работает эпицентр Эпицентр работает По терраблейду Но фактически Дэмэджи ему не наносят В итоге Он даже после Утимейта Оракла Выживает Дэмэджа по нему Практически Не входило Ай-яй-яй-яй-яй И вот Два Две стенки Стоят От Дараксира Как будто бы Все было У команды ТНС Для того чтобы Выиграть этот файт Но в итоге Просто нечем Пробить Терраблейда Терраблейда Очень хорошо Сейвит Оракл И в итоге Он просто фуловый Выходит из этого файта Ну а СФ Ждет 60 секунд Таверны Когда же Команда Гикфэм Пойдет их пушить На самом деле Сейчас можно было Наверное Даже пойти И попытаться Ломать Р4 Не знают просто О том что нет Байбэков Возможно Игроки команды Гикфэм Там просто Последние секунды Там 16-15 секунд У СФ От Байбэка Что самое важное Паковый Без профи Долго еще не будет Поэтому Стоит ли оно того Мне очень интересно Сколько Какой коэффициент Давали букмейкеры На победу Гикфэм Вообще В серии Мне кажется Там 3 плюс Я надеюсь Что Ребята в чате Нам сообщают Просто интересно Сколько там давали Потому что Ну действительно Ребята Наверное Не играют Конституция Экзорцизм Начинают пробивать Уже Тир-4 Очень серьезно Есть хекс По Тараблейду Пытаются Все таки Хоть каким-то образом Тянуть время Не хотят Выдавать Пайбэк На СФ Но сейчас За это может Поплодиться Они начинают Просто бить Дрон Экзорцизм Работает Пытаются Хоть как-то Его защищать Ребята Из ТНС Хорошая стяжка Под прокаст Тир-4 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 Отпустят Стенка Стенка Дарксира Просто выиграла Этот файт Там Три Или Четыре Раза Появилась Иллюзия Тир-4 Под метаморфозой И она Расстреливала Вот Трои стянутых Да-да-да То есть Ты посмотри Тут Ладно У Дарксира Не показано Что много дамжа Внесено Но Какое количество Аур Тот же самый Скаде Например По всем этим Троим персонажам Летел И маму не балую Там дамжа Было конечно Весьма-весьма Немало Странно Почему там Показывает Что Дарксир Внес всего лишь 800 Но Тимбер Конечно Распилил Троих стянутых Это все работает Конечно Исправно Ну и Рэйвен Плюс 1400 Так дальности Тимбер Чейн На два экрана Он может летать И В принципе Он этим пользуется Смог Практически С фонтана Если вдруг что Он может Прилететь И задефить Любую свою сторону Да Но Мега-крипами Будут платиться Гекфэм Если не этой картой Экзорцизм Сейчас уже Откатился Но все-таки Не может Байбэкнуться Прям Не может сейчас Показаться ДП Байбэк через 9 Секунд у ДП Так что Пока что Еще это Не конец Но вот Клокверка Не будет У Клокверка До выкупа Остается целая минута Так что Здесь придется Раз 4 на 5 Команде Гекфэм Я не знаю Как мне этот файт Собиралась выигрывать Морфоза не имеется Уже пора И Пака Нельзя терять Фак живет Выкупилась Гриф пройден Но Был ультимейт Ультимейт Неудачный От Пака Просто Ничего Он не сделал В итоге И Такое ощущение Что Тинси выиграли Сейчас эту игру В итоге Терройблейд Пока что живет Непонятно Прошу прощения За такое выражение Потому что Нападение пошло На СФ А тот снова Пол хп потерял По-прежнему живет Бэйна пытаются Цепануть Но это все Не самые важные цели Так СФ Есть сатаник еще Отъедается сатаником Почти выхилился От Пака Но Пак В итоге Пока что уходит Экзорцизм работает Очень скоро Уже появится Все таки Клокверк Пак Откидывается Со своим догоном Есть также еще И эпицентр от Тимс И Тимс Очень много дэмс Не нанес В итоге Деспрофит пытается Фокусить ДП Пока что живет Стенка работает Стенка по двоим И Ой как много иллюзий И СФ СФ Правляет Стерну Байбэк пока что имеется Ну действительно Еще не все Трон стоит Трон абсолютно голый Но он фуловый И Сэнд Кинг Пока что крутит Вертит пески И просто Напросто отсюда Уходит после Брострайка Ну вот так вот Убили СФ И ничего Конечно же Команда Тинс Сделать Не может Был бы не Тимбер У них в пике Они бы просто Суициднулись В этот Трон Что-то мне подсказывает Любым другим персонажам Который может Бить с руки Серьезно Могли бы Трон и Попробивать Но Райвен Конечно очень много Внимания на себя Отвлекает Плюс еще Хекс Этот постоянно Кастованный Да и ты посмотри Просто как Отыгрывают Тинси Сделал Некрономиконы Райвен И перекладывает Их вместе с Хексом Такими темпами Можно будет еще И рефрешер Какой-нибудь Придумать На Тимберсов Чтобы рефрешить Хекс Рефрешить Какой-нибудь Рефрешить Некрономиконы Вызывать вторые И Вообще Вот так вот Зашкварится Очень по жесткому Но конечно Это все Уже Больше похоже на Как-то бред Или Такое может произойти Только через 30 Минут Этой игры А пока что игра Длится уже Целых час И 10 минут Мы постепенно Начинаем Заговариваться Да 70 минут Позади И сейчас По-прежнему Ничего Не решено Соответственно Смотрим Важнейший элемент Это байбеки Конечно Сейчас По предметам Там все уже купили Все что хотели Пожалуй Даже саппорт Уже шестислотовый В основном Оракл Самый бедный Естественно Я вот смотрю Его глимер Так забавно Смотрится На 70 минут А как тебе Наличие Т2 На 71 Нормально? Ну Тебя так Спросит На самом деле Но не сломали Сторону То есть Последняя сторона Которую они ломали Это была Миддл линия И В принципе Если бы они Куда-то там На Т2 Отходили Пытались ее Сломать Они просто Не успели Запушить Вот и все В принципе Примерно так Это объясняется Но с другой стороны Если бы они сломали Т2 Наверное Они могли бы Вот При следующем файте Просто взять И зайти Сделать Миг крипов Здесь конечно Мне кажется Просто уже Надо забыть Про этот Тирлотавр И Пытаться Ломать Тир 4 Потому что Такими темпами Слишком много времени Это тратишь на Т2 И Твои оппоненты Либо успеют Возродиться Либо там От них Добавляя Катится Вот здесь Одни будут Сносить Вот здесь Другие будут Сносить Да Реально Кто останется Без байбеков Кого убьют Миг крипов Уже не играют Настолько Большую роль Для команды Гигфем Не стоит Тратить столько Времени Для того Чтобы ломать Т2 Ломать Потом Сторону Для того Чтобы сделать Миг крипов Лучше Сразу Выиграть ТНС Конечно Все таки От этого В небольшом Плюсе Они фармят Побольше Их противник Чуть больше Зажат На хэграунде И это все Им дает Небольшое преимущество При Том же самом Контесте Рошана Вот сейчас Смоук есть Они чувствуют себя Намного развязаннее На этой карте У них Не пушатся Линии Сами по себе И Смоук Конечно Был прокастован Но будут ли они Сейчас выходить И заходить На хэграунд Вот так вот Байбеки Конечно имеются Нет байбеков Причем у игроков Команды Гикфэм А вот У ТНС У всех есть Так что надо Сейчас драться Действительно Если кого-то выцепит Того же самого Тараблэйда Пак Пак В итоге все-таки Спасает Пока что его Линкенсфера Но есть Есть еще И Моментально Массово Прожимаются Просто чтобы уйти Клокверк Хукшот Мимо Новый будет Уже скоро Потому что есть Аганим Пока ничем Атака не увенчалась СФ там С помощью Они могут продолжать Все линии осаждают Это понятно Да Неважных скиллов Не прокастовали Вот сейчас Тимс внизу Еще тоже потихонечку Подпушивает Хотят крипов Подвести к трону И крипы На самом-то деле Немного этот трон пробивает Есть Некрачи Некрачи От Ревена И Пытается пробить От Рэвена Если убить его сейчас То будет игра выиграна Байбек у него нету Еще целую минуту Но Слишком сложно Снизу вообще Это так Лишь бы выиграть время Немножко И чтобы Крипы уже били Трона А потом уже Герои присоединятся И вот начинают Начинают Но только иллюзии И опять же Вот сейчас уже нет ульты Оракла отправляют В таверну С Террор Блейда Это практически выигранная игра Для команды ТНС Дальше будут убивать Дес Профит Дес Профит Получает Хекс Лицо пытается сэвить Хоть каким-то образом Оракл Но здесь трон уже падает Работает Сэв по нему Сэв получает Хекс Сэв покажет под катарином Юзает БКБ Пытается пробивать Также еще и Дес Профит Депе Отправляется в таверну Прямо сейчас Это уже выигранная игра Для команды ТНС И поздравляем их с победой Они проходят В полуфинал Региональных квалификаций На турнир Бухарест Мейджор Ну а Мы сейчас Посмотрим еще раз Просто на эту Статистику Очень интересно Да-да-да Статистика интересна Но комментировать Что произошло на карте Даже желания нет В том плане что Играли все Хорошо Вот и те и другие Сыграли классно И кого-то там Обвинять Или говорить Что вот они там Где-то нафейлили Или еще что-то Да не можем Мы То есть И те и другие Сыграли классно Просто чуть лучше Были ТНС В этой карте Но Гикфэм сражались Достойно Они это и на первой Показали И показали сейчас Просто браво Спасибо командам За такую игру Да вот Просто взглянуть На графики Что это за картина Это, по-моему, какой-то экспрессионизм, я не знаю Ну, действительно Это пульс Пульс зрителей Которые делали ставки На Тин Си, или я не знаю На кого еще Тем не менее, друзья, да Вот такая вот Быстров 3 встреча Очень интересная получилась Особенно последняя карта Ну, что тут еще Можно интересного такого отметить Прямо по статистике, да мне кажется Практически ничего, но отвлечение от Орекла 21 тысяча, ну тут в принципе и понятно Карта длилась Больше одного часа, и поэтому Нахилить он успел просто огромное Количество хитпоинтов Тин Си молодцы Гек Фэм играли очень ровно И я бы сказал, что Здесь если бы вот прям еще немного-немного Тин Си не дожали, Гек Фэм Могли бы повернуться и просто спушить им трон Очень валидольная игра Я думаю, что, друзья, сейчас придется сделать Когда, знаешь, вот единственное, что хочу вспомнить Это когда Гек Фэм пошли Без байбеков и зашли очень далеко Под Т4, когда Дис Профит умерла Без байбека, и потом они потеряли Ну, мега-крипы Появились за Тин Си Вот этот момент был, возможно, важнейшим на карте Ну, он случился и случился Просто Тин Си с проходом дальше Гек Фэм, удачи в следующих турнирах Вот и все Еще нужно тренироваться Да, следующий турнир начнется уже очень скоро Ну, а также не забывайте, что квалификация...